Обязательно помахать. Помахать в рот. Прошки друг другу. Обновили инстаграм. Повелительница аккаунтов телеканала Самары Гиз в соцсетях и ведущая программы .ру Юлия Черняева знает толк в селфи. Себяшки или самострелы она делает регулярно. Мне хочется, наверное, как-то запечатлеть этот момент. И у каждого человека, мне кажется, в телефоне очень много фотографий, которые никто не видел. А вот некоторые моменты хочется почему-то показать. И не забыть написать какой-нибудь хэштег типа «Я красивая». Селфи-мания охватила людей несколько лет назад и с тех пор только набирает обороты. Даже есть специальные курсы, где за деньги научат фотографировать себя в наиболее выгодном свете. Подогревают интерес к этому жанру фото производителя смартфонов, совершенствуя фронтальные камеры и создавая дополнительные девайсы. С помощью селфи-палки возможности оригинально запечатлеть себя только увеличиваются. Вы делаете селфи? Делаем. Как часто? Ну, не каждый день, но бывает. По настроению. По настроению, да. И от места очень много зависит. И от людей, которые рядом находятся. И от обстановки. Ну, очень много всего, конечно. Ну, главное от себя, как человек выглядит. И если, например, сегодня накрашено и красиво, то обязательно сделаем. А вы делаете селфи? Нет. Вообще никогда? Ну, так, изредка. А вот что должно случиться, чтобы вам захотелось его сделать? Не знаю. Ну, что захотелось. Ну, там с друзьями там встать и сфотографироваться. Два раза в день, можно так сказать. Веселое настроение, большая дружеская компания. Нет. Я в этом плане далека. Ну, просто вот. Просто не делаете? Ну, просто не делаете, да, как-то на высоте техникой. Бывает, делаем. Как часто? Ну, не часто. Например, какое-нибудь событие или пошли куда-то там, мероприятие. Для себя на память, скорее всего, только если так. Вот такая. Понятие селфи появилось в начале 2000-х, а как явление задолго до появления смартфонов. Великая княжна Анастасия Николаевна делала селфи, когда это еще не было мейнстримом. В 1914 году. Сейчас в мировой паутине можно найти миллионы самых разных фотографических автопортретов. Многие опасаются, не попахивает ли это нарциссизмом. Но психологи опровергают это. В этом есть вот какая-то динамика, процесс жизни, да, что что-то происходит. И это не просто происходит, а меняется мое самочувствие, состояние, образ мой и так далее. Это вот такая вот телеграмма самим себе. В этом ничего худого нет. Но если это становится вот такой, что такое истерика, да, это стремление привлекать внимание без необходимости. И если здесь есть вот это вот, ну, замещение как-то вот всего на свете, то, конечно, это достаточно скучновато. Это показатель, что это вот грустно живется. На селфи тоже существует своя мода. Если раньше все делали губы уточкой, вот так, потом этот тренд перевоплотился в губы рыбкой, слегка приоткрыв рот. Затем стало модно удивляться на фотографиях, изображать что-то вроде того. Теперь входит в моду новый тренд – это селфи с рукой. Приложить руку к лицу, ну, или так, или еще как-то, как вам заблагорассудится. Ну, это тренд этого года, а в прошлом году модно было фотографироваться с мужчинами или с котиками. Котика у меня с собой нет, а вот мужчина на работе у меня всегда есть. Это наш оператор. Вот он, красавец-мужчина. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.